Привет! Еще сегодня новый день. Я постригся и поврился. Но у меня прошел дедлайн. Я как бы специально не стригся, не брикся, чтобы отправить форму Ай-589 на политическое убежище. Все, я как бы отправил. Имею полное право привести себя в порядок. Так, значит, сейчас я проезжаю Стэнфорд и еду на новую работу. Я взял выходных неделю. И в это время хочу попробовать поработать с другими компаниями, которые поближе к Сан-Хосе. Это находится Mountain View. Ну, от меня это минут 15, может быть. Ну, по крайней мере, не час 15. Там три варианта. Посмотрим, с кем я успею. Работать, с кем сработаемся, кто меня возьмет, кто мне понравится. Ну, ладно. Сегодня первый день. Я еще никого не видел. Только по телефону разговаривал. Все, осталось 9 минут. И я подъезжаю. А как мост называется? Ну, там Бэй-Бридж, Болтенгейт, а этот? Какие здесь переезды интересные. Этот шлагбаум, но длинный. Я так и в России не видел, мне кажется, не бывает таких длиннющих. Шлагбаум. Фонарики. Ну, фонарики такие же. Мне кажется, в России так же, да, взглянули? Красные. Только и... А, ну, во все стороны, потому что еще там дорога идет. Нет, у нее такая кабина? Ну, да, у нас все, я теперь иду. Вот кошечка на Олимпиа смотрит. Амтрак. Ну, и вообще, как будто задом ездит. Да, как странно. В автоматик сзади. Болтранс. Аккуратненький домик такой. Такая американская улочка. Learn and Play. Montessori School. Какая-то школа. Напротив. Это хорошее место, я не знаю, что на уезжать отсюда. Маленькая работа. Все два часа и все. Вся четверо их пригласили. Ну, что, зато так. Походочку на расслабоне. Уютненькие домики здесь такие, да. Как из кино. Они тоже все разные. Вроде как это в одном стиле, так и пастельные тона. Но все чуть-чуть разные. Вроде уже четыре месяца, а не знаю, привыкнуть невозможно. Что вот эффект, как будто все не настоящее. Как будто вот все декорации к фильмам. Мужик приехал в апартменты. Ну, говорят, это всего на год. То есть, ну, видно, что, видимо, нам денег не хватает уже, чтобы в доме жить. Но апартменты тоже крутые. Такие вот, со скульптурами, со всякими. Такой типа парк, вот такой небольшой пальмы. Нормально. Хорошее место. Несмотря на то, что это апартменты. Обычно это такое дешевле, оно чуть дешевле стоит, ну, чем в доме жить. Ну, моё дело маленькое, чё. Ну, муэры, грузчики. Просто перетаскиваем с места на место. А если здесь есть бассейн, а здесь есть бассейн. Круто. Ну, это вообще, это вообще супер он приехал. И я бы здесь стал бы жить. Я люблю, когда бассейн. Робот едет. По улице. Чё-то встал. Дальше поехали. Ай, по велосипедным переходу едет. Он такой с улыбочкой. Ждёт, когда машина приедет. Классно. По улицам роботы ездят. Может, доставщик какой-то доставляет. Может, что-то, не знаю. Я смотрю, эти роботы проезжают мимо. Вот оно, в чём дело-то. Оказывается, я встал рядом с Майкрософтом. Здесь он офис Майкрософт. Прикольно. Я даже достал. Ну, это же Кремниевая долина. Здесь эти все. Интелы, Майкрософты. Купертино, Эйплы. Да, Стэнфорд. Вот так вот. Роботы по улицам. Это не всё. Я тут выяснил, что остановка трака, ну, где трак ставим, рядом с Google Building, то есть здание Google. Вот это здание оказывается, что я рядом с Гуглом и Майкрософтом нахожусь. С одной стороны Google, с другой стороны Майкрософт. Круто. А здесь семечка грызов. Да. Ну так вот. Купил классную штуку. Заказал на Амазоне. Что-то долларов 10, наверное. Вот такая флешка, типа флешка. И два джойстика. И теперь играю. Круто. Здесь порядка... Они радио без проводов. Где-то... Я не знаю. Около тысячи игр, наверное. Ну, все 8-битные игры. Круто. Значит... А, здесь еще классная штука. Можно сохраняться. Можно назад отматывать. Так. И они тут разбиты вот по играм. Ну, по категориям. Высот, которые знакомы. И вот я... Которые Dendy. У нас в России она называлась Dendy. Супер. А может, даже 10 долларов? Нет, я не помню. Ну, что-то какая-то там смешная такая цена была. То ли 7 долларов, то ли 10. Вот что-то такое. Класс. Прям настоящий Dendy. Только без проводов и кучи игр. Супер. HDMI она подключается к телевизору. Телевизор 4К. Телевизор 4К. Такого кальмара нарисовали. Огромного. Сразу видно, что-то здесь такое раболовецкое. Океан. Это не океан, это пролив какой-то. Асландинг. Харбор. Корпорация инженеров. Хорошие волны сегодня такие на океане. Классно. Сейчас я к волнам подойду. Смотрю. Такая прям стихия. Такие волны прям. Мощь такая прям чувствуется в океане. О, котик, котик плывет. В волнах вот там, котик. А это какой-то завод. Даже не знаю, что там производят. Но правая труба обжата металлическими хомутами. Явно уже трескается. Видимо, начала разрушаться. Ее укрепили. Водоросли похожи на какую-то лапу. Здесь водоросли с такими толстыми стволами. Прямо как деревья. Офигеть. Какие интересные водоросли. Please keep this area clean. Пожалуйста, держите эту area чистой. Такие трусы нарисовал. Короче, вот здесь должны быть пакеты, но что-то я их не вижу. Ну, это чтобы за собаками убирать. То есть на пляжу собакам гадить лучше не гадить. Это называется Филс Фиш Маркет. Филс это, наверное, семья филсов. Рыба Маркет. Ну, такой типа ресторанчик, кафешки. А там вон эти тюлени кричат за забором. Я не знаю, как они туда попали. Вот они там шумят. Из чего сделан суп? Из говна и палок. Что там? Рыба. Что там, моллюски какие-то, да? Океаном пахнет суп? Да. Есть? Чувствуешь такой колорит? А, даже креветки какие-то, да, там плавают? Да. И мидии там что-то. Там все, я же говорю. Всего по чуть-чуть. Да уж. Такой суп я еще не видел. Субтитры сделал DimaTorzok Привет. Утро нового дня. Понедельник. Решил я опять поехать на старую работу, но где я всегда работал. Я попробовал в Сан-Хосе поработать, но когда работаешь на частников, там работы маленькие, 2-3 часа. Вроде как рядом, но слишком маленькие деньги, не всегда. То есть работаю только через день, через 2, получается на неделю всего 2-3 работы. Сейчас проезжаю Стэнфорд. Сегодня Колумбс Дэй, у американцев праздник. Они празднуют День Колумба. И школьники сегодня не учатся, поэтому вроде дороги свободные. Пробок нету. Хорошо. Так что едем на старую работу, работать муверами. Грузчик, грузчик, парень работящий. Не ладно, шоу. Сегодня в Голден Гейт хорошо видно. Прямо воздух прозрачный. Все там так хорошо. На причале стоит круизный лайнер. Многоэтажный. Огромный какой. Может после работы заехать, посмотреть его. А вон там контейнеровоз уходит. Это который перекрыл этот залив, из-за которого кризис начался. А вот там остров Алькатрас, где тюрьма. И Голден Гейт, это мост Золотые ворота. Вот его хорошо видно. Ну если не считать вот этих камней. Он расстался с женой. И у него там, блядь, сидеть. Или у него же был локация, фотографии, вообще не кошка. Осталось только кошку. И на той неделе привозили какого-то китайца, богатого, молодого. Из одной вилы закреплены в другую, а потом не едут. Одна подойдет. А на верху ей пока. Сонно сэр. Ну это поняли, что не холодно. Как им не холодно вообще? Нормально, живут на улице. Хорошо им. Сегодня работаю в центре. Вот на таком перекрестке. Интересное здание. Там у них над дверью Библия написано. И крест. Кресты какие-то. Церковь что ли какая-то. А мы работаем вот здесь. Причем чувак переезжает прям куда-то рядом. Работа небольшая. За пару часов справимся. Попытаемся. Вот этим домом по сто лет. И мне все время было интересно. Вот здесь такие полукруглые стекла. Как их загибали? Неужели раньше умели загибать стекла сто лет назад? Это же не оргстекло. Это обычные стекла. Как-то значит научились. Значит была технология. Обожаю эту работу. Какие-то левые чуваки притащили какую-то левую коробку. Мешают нам работать. Ждем когда они ее пронесут. Какая-то доставка. Это задняя миссия. И вот такая вот спальня. Спальня с клозетом. У них интересно сделано. Весь в длину. Нет, только швинки. Так, сейчас соберу отсюда скучу. Сделано так. В длину. То есть она длинная и узкая квартира получается. Кухня там. В середине. Ванна. На ровно вместе просто. Ищем. Высасывай ты с пальцем всю жерну. Да. Так ты все сделаешь. Это как чукча. Че вижу, что и пою. А блогер, че вижу, что и показываю. Договорить. Вот он длинный коридор. Оттуда. Вот эта кухонька. И вот такие полукруглые окна. Почему так сделано? Потому что рядом еще одна квартира. И вот так они на каждом этаже вытянуты, чтобы максимально использовать пространство от улицы. И по центру вот впереди лестница обычная. Такая стандартная схема для домов в Сан-Франциско. Вот какие-то бакьярды небольшие, дворики. Такая в граффити. Так. Зеленый. Пацан, тормози, тормози. А ты куда едешь? Тебя еще не бросали калом? Еще нет. Слава богу. Не могут. Как мы это так снимаем дальше? Глядь, да они меня видят. Думаешь, смотри, там кто что в кабине сидит. Давай, пешеход, давай. Быстрее, 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 быстрее. Быстрее, быстрее, быстрее. Аня, что лучше? Так, здесь уродника, уродника. О, что-то трансплимишно. Картинка. Калом. Нет, калом не бросались. Ну, что такое бывает? Такой район. Здесь мало машин. Что это означает? Означает, что это дорогой район. Обычно так и видят. Узкие улицы, много машин, это значит дешево. И с видом на залив. То есть вот две линии. А, как это две линии? Прямо следующей линии и все. Там уже береговая линия. Дальше вон, как, говорит, яхта там даже стоит. Мачта торчит. Хочу подъезд показать. Такой дом старинный. Какой-то герб. Какие-то морды. С сиськами. Это в таком старинном стиле прям. Музей. Да, как музей, да. Классно. Да. На потолке какие-то. Да, шикарно. На лавочке с какого-то древнего дерева. Типа свечи. И третий этаж. И надо все это таскать на третий этаж. Русские живут где угодно, только не в России. Вот дня не проходят, чтобы не встретили кого-нибудь русского. И сейчас. Ну, мы парня как бы загружали, вывозим его. А тут его жена, ну, девушка, короче, выходит. Здравствуйте, говорит, русская. Вот. Но она по-английски тоже хорошо говорит. Там без акцента. Но русская, тем не менее. То есть, здесь столько много русских. Я не знаю. И все живут в Америке. Так что, родиться надо в России. А жить и умирать надо в США. Летим, я уже приношу. Из-за чего у нас? Это у нас лестница. Какая деревянная. Это удобнее? Летим, я уже приношу кауч. Больше 100 лет. Ну так, зачем вы звоните, что здесь? Ух ты! Ух ты! Ух ты! Это... Мусор-провод. И туда все приземляется. Ух ты! Да уж, 100 лет назад. Вот, 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 вот. Такой вид из окна. Супер. Сан-Франциско. Куча, куча, куча домиков. Как в Бейруте. На склонах. Да, шикарно. Красиво. Красиво. Это у нас, что? Ванна. Красиво. Суперенькое такое, а? Да. Суперенькое. Да. Красиво. Красиво. Какой? Там Бейбридж. 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 Человек-наставщик. Какого? Какого? Там, где сел. О! Вон этот, этот, как бы, пароход. Человек-пароход. Иван, Иван Федорович Рузенштерн. Смотри, он так как дом, кажется, да, смотрится? Михаил Светлов. Михаил Светлов. Черт побери. Черт побери. Михаил Светлов. Михаил Светлов. Покинaczyн, выход. Вот застисывают... Прям как дом. Ну, реально, как дом. Огромный дом. Как seeing. Какого правда реальноinal. Здесь этажей, да? Я не знаю. Да посчитай, сколько этажей не так. Это, самое большое. Это никакихbon and calle в руко irиз. Маджестик принцесса, магическая принцесса Они там отличаются, но даже 20 сантиметров Прикольный трамвай, здесь все трамвай разные Они привезены из разных стран, из разных времен И они действующие, их все восстановили, и они все ездят и перевозят пассажиров А это впереди мост Bay Bridge, по которому я на работу и лежу Вот туда Офис Google в Сан-Франциско Прямо напротив... Под Bay Bridge Здесь он начинается мост Bay Bridge Похоже, не зря Субтитры выбил DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok